Здравствуйте! На канале ГРТ Новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. Исполнительный комитет рассмотрел ряд вопросов на заседании. В Кангазе начинаются работы по строительству парка, отдыха и развлечений. В Кангазе прошел республиканский фестиваль-конкурс ОЮНВАКД. 25 октября в 10 часов в центральной типографии в столице начнется печать бюллетени для всеобщих местных выборов, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. В соответствии с положениями избирательного кодекса, на данном процессе вправе присутствовать представители предвыборных конкурентов, СМИ, а также аккредитованные наблюдатели. 5 населенных пунктов Гагаузии не подали ходатайства для получения капитальных инвестиций. Об этом в ходе заседания Исполнительного комитета сообщил исполняющий обязанности начальника строительства АТО Гагаузия Сергей Болгар. В ходе заседания Исполнительного комитета были внесены изменения и дополнения в приложение номер 2 к восстановлению Народного собрания Гагаузии об утверждении распределения капитальных инвестиций на 2023 год. В пункте 1.1 таблицы 3 программы капитальных вложений по проектам местного значения на 2023 год строку 10 изложить в следующей редакции. Населенный пункт Дизгинжа утвердить сумму 153 060 леев на приобретение роторной косилки и тротуарной плитки. В таблице 3 дополнить строками 18, 19, 20 и 21. Населенный пункт Кирсова утвердить сумму 408 370 леев на приобретение автотранспортного средства микроавтобуса. Согласно предложенным поправкам, в коммуне Светлое будет проведен ямочный ремонт дороги по улице Юбилейная и обустроена площадка из брусчатки на территории церкви. В муниципе Камрад 1,151,000 леев будет направлено на подключение к главному коллектору и строительству участка канализационных сетей по улице Ленина. А в селе Конгощик будет произведен капитальный ремонт малого зала Дома культуры. Итого изложить следующей редакции, утвердить сумму 8 295 590 леев, направить настоящее постановление в Народное собрание АТО Гагаузия для рассмотрения и утверждения. В ходе рассмотрения вопроса было отмечено, что пять населенных пунктов АТО Гагаузия еще не подали соответствующие заявки для участия в программе по распределению капинвестиций на проекты местного значения. Нами направлены письма, мною произведены звонки в каждую примарию, ссылаются на выборы, нет примаров. Некоторые населенные пункты до сих пор не созвали совет, у них даже не определено, на какие цели будут распределены средства. Данным пактом возмутился заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Николай Урманжи. Готовые деньги не хотят использовать, не хотят реализовывать социальные программы в населенных пунктах страны. Это русское киселие в сумме 201,600, это село Терапонтирка в сумме 201,600, это село Чокмайдан в сумме 251,610, это село Бежгёс 278,100 и это село Кармалея 201,600 лейд. Закон о капитальных инвестициях был принят Народным собранием в 2017 году. На 2023 год сумма капитальных инвестиций составит более 22 миллионов леев. Алена Терзи, Владислав Касамаре, Казаку, ГРТ Новости. Башкан Гагаузии Евгения Гусу заявила, что первый транш для выплаты надбавок к пенсиям в размере 1000 леев уже поступил. С заявки на оформление надбавки подало более 16800 пенсионеров. Вчера мы получили первый транш по выплате пенсионерам, которые до 3000 леев имеют пенсию. И это будет для них надбавка к пенсии. Опять же уточню, это из внебюджетных денег. Также мы сейчас работаем над тем, чтобы также помогать и инвалидам, без разницы пенсионного возраста или не пенсионного возраста, инвалидам первой группы, второй и третьей. Мы это все реализуем, обещаем, что мы затронем каждую категорию граждан нашей Гагаузии и мы всем будем помогать. Дан старт строительству самого большого культурно-развлекательного парка в автономии. Он будет расположен в селе Кангас. Его планируют открыть в следующем году, к 1 июня. Строительство парка принесет свои плоды в экономическом плане, подчеркивает башкан Гагаузи Евгения Гуцул. Это создание более 100 новых рабочих мест для местных жителей. Будет способствовать развитию туристической индустрии и простимулирует местное предпринимательство, отмечает Евгения Гуцул. Наша команда пришла во власть совсем недавно. Вы доверили нам ваши голоса. Вы поверили в нашу программу «Гагаузия. Край мечты». Строительство парка и отдыха, развлечения было одним из главных предвыборных обещаний. И мы уже приступаем к реализации этого обещания. Парк будет включать в себя разнообразные аттракционы, игровые зоны, тематические площадки и многое другое, отмечает спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Сегодня мы с вами являемся свидетелями открытия абсолютно нового культурного комплекса, где наши жители всей Гагаузии будут проводить свой досуг, будут отдыхать вместе с своими детьми, вместе с молодежью. Этот день именно войдет в историческую память нашей Гагаузии, потому что не в каждом районе есть такие центры, есть такие комплексы. Вы, наверное, знаете, что в Кишиневе даже нет такого. В селе Кангас дан старт проекту по строительству парка, отдыха и развлечений. Жители данного населенного пункта с нетерпением ждут его открытия. Во-первых, это будут налоги в Гагаузию. Для детей это будет очень полезно. Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, то они будут развлекаться. Строительство парка, как и многие другие инфраструктурные проекты, осуществляются извне бюджетных средств, отметила глава автономии Евгения Гуцул. Открытие парка отдыха и развлечений планируется к 1 июня 2024 года. Марина Топал, Григорий Ставилов, Мария Казаку, Новости ГРТ. Европейский суд по правам человека установил в деле об отстранении от должности бывшего генерального прокурора Александра Стояногла нарушение права на доступ к суду. Невозможность генерального прокурора оспорить свое отстранение, обусловленное возбужденным против него уголовным делом. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня Европейским судом по правам человека, сообщает Молдпресс. В решении суда по делу Стояногла против Республики Молдова единогласно было установлено. Нарушение пункта 1 ст. 6 Конвенции права доступа к суду. Суд установил, что заявителю не было предоставлено какая-либо судебная защита в связи с его отстранением от должности, что лишило его возможности выполнять свои обязательства и лишило его заработной платы более чем на два года. Суд также присудил заявителю сумму в 3600 евро в качестве судебных издержек. В начале прошлого года Александр Стояногла подал в ЕСПЧ две жалобы на нашу страну, заявив, что его задержание и отстранение от должности были незаконными. Александр Стояногла возглавил Генпрокуратуру в ноябре 2019 года, а в октябре 2021 года против него началось уголовное расследование. В Министерстве юстиции Молдовы подписали международный договор об обмене данными для проверки декларации о доходах госслужащих и чиновников. Об этом сообщается на сайте Минюста. Международный договор об обмене данными для проверки декларации о доходах подписали министр юстиции Вероника Михайлов-Марару и председатель региональной инициативы по борьбе с коррупцией Лаура Штефан. Это позволит молдавским властям проверять достоверность данных декларации о доходах и имуществе не только в стране, но и за ее пределами. Наблюдателем выступает миссия ООН в Косово. Согласно договору, подписавшие его страны обмениваются данными об активах людей. Напомним, что договор об обмене данными для проверки декларации уже подписали 10 стран – Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Северная Македония, Черногория, Румыния и Сербия. Жители Молдовы запасаются необходимыми продуктами в преддверии зимы. В ход идут все овощи, которые выдерживают минусовую температуру. Но не всем – по карману заготовки. Цены кусаются, люди возмущены тем, что в плодородной стране такой резкий скачок цен на самые необходимые продукты питания. Татьяна Доброва подробнее. Осень – сезон заготовок овощей. Люди стараются по максимуму заполнить полки подвалов овощными консервациями, компотами, вареньем. Востребованы и заготовки свежих овощей – капусты, картофеля, моркови, лука. Покупатели предпочитают закупаться сейчас, потому что чуть позже цены могут резко подняться. Я пенсионерка, и на сегодняшние дни цены очень высокие. Ну, мы как-нибудь стараемся что-нибудь покупать. Так, мелочи там. То немножко укропа, немножко помидора, немножко перца. И вот так, потому что жизнь очень тяжелая. Цены подорожали. Фрукты, овощи очень дорого. Не можем покупать. Дома выращиваю и вот тоже продаю, чтобы на хлеб было. А то не хватает, все не хватает. По словам продавцов, покупателей на рынках мало. Объемы продаж невелики. Сегодня килограмм картофеля на рынке стоит от 7 до 9 леев. Капуста – 10 леев. Лук – 6 леев за килограмм. По прогнозам реализаторов, со следующей недели цены могут быть еще выше. Товар берем из Кишинева. Товар много портится и убрасывает много мусорных. Весь товар, яблоки взяли по 9, продаем по 10. Капуста взяли по 9, продаем по 10. Морковь все налей, все варно налей. Сейчас самую капусту берут, закатывают в бочки. В основном берут овощи, так как сезон, на засолку. А вообще торговля приостановилась, торговли нету, потому что у людей денег нету. Это всем понятно. Деньги, а еще этот, начинается отопительный сезон, там вообще не знают, что будут делать. Вообще не торгуем. Продавцов много, покупателей вообще нету. Ноль, да. И не знаю, но людям очень тяжело будет сейчас. Да и продавцам. Больше продавцов, чем покупателей. Нету торговли вообще. Овощи на рынок Камрата привозят в основном из столицы. Местные овощеводы свой товар продают сами. Им невыгодно отдавать оптом. Татьяна Доброва, Вячеслав Кысах, Алексей Герчу, ГРТ. Новости. В школах все чаще встречаются случаи буллинга. Это постоянные, намеренные негативные действия, направленные на одного или нескольких учащихся со стороны другого ребенка или группы детей. Выражаются подобные случаи в форме агрессии, словесной, психологической или физической. Это оказывает негативное влияние на физическое и психологическое здоровье учащихся. Проблема требует внимания и вмешательства. Какие меры предпринимают в образовательных учреждениях Гагаузии, чтобы обеспечить безопасность и комфортное окружение для каждого ребенка? Об этом сюжете Валентина Чубан. Буллинг может затронуть любого ученика, независимо от его возраста, пола или внешности. Специалистами разработаны методики, позволяющие по косвенным признакам определить, что ребенок подвергается насилию, чтобы в каждом конкретном случае оказать помощь ученику. Заполняется специальная документация. После выявления второй этап идет эта оценка, то есть оценивается степень, оценивается ущерб. И дальше третий этап идет планирование. Вся эта работа проводится, исходя из принципа транспарентности, то есть с привлечением всех заинтересованных лиц. Это прежде всего родители ребенка. Сам ребенок должен высказаться, почему так происходит и что вообще происходит. И опрашиваются все свидетели. В самых сложных ситуациях привлекаются правоохранительные органы. Все данные о случаях буллинга аккумулируются в Главном управлении образования ГАГАОЗИИ. После передаются в Министерство образования. На предотвращение случаев буллинга направлено внимание школьных психологов и специалистов по воспитательной работе. Они регулярно проходят тренинги, обучаются методам создания в учебном заведении позитивной атмосферы, где каждый ученик чувствует себя в безопасности. А пропаганда взаимопонимания, толерантности и уважения часто становится темой классных часов и уроков по развитию личности. Психолог всегда планирует особую свою деятельность по буллингу. Это и работа с детьми, и контакт с детьми, и работа с родителями, и работа с правоохранительными органами. Это работа на особом учете. Потому что Экзюпери сказал, что все мы родом из детства. И если ребенок в детстве подвергается буллингу, то очень мало шансов, что он вырастет полноценным, добропорядочным гражданином нашего общества. Поэтому нам очень важно на этапе младенчества, на этапе школьного возраста препятствовать всякому насилию, проводить профилактические меры. Сложнее обстоит дело с насилием в отношении ребенка в семье. Насилие бывает и в семье, и когда ребенок подвергается насилию в семье, это еще более опасно для психики, потому что он в школе не рассказывает, что с ним происходит. Но его психика очень искажается, это влияет и на учебу, и на его социализацию в обществе. Он становится замкнутым, он способен к неадекватным поступкам. Результаты исследований, проводимых последние три года, показали. В учебных заведениях Республики Молдова от буллинга страдают от 70 до 87% учащихся 5-12 классов. В феврале 2022 года депутаты парламента внесли изменения в Кодекс об образовании, дополнив его понятием буллинг, под которым подразумевается форма психологического насилия. Валентина Чубан, Вячеслав Кыса, Влад Табачук, Мария Казаку, ГРТ Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали пять мужчин, подозреваемых в мошенничестве. По данным следствия, фигуранты дела звонили потерпевшим и выдумывали историю у родственники, попавшим в ДТП. Они требовали деньги, чтобы займять дело. Сообщается, что возраст задержанных 27-39 лет. Все они уроженцы Кишинева. Следствию известно о восьми эпизодах мошенничества по данной схеме, совершенных задержанными. С потенциальными жертвами они связывались по стационарному телефону. Суммы, которые они требовали у потерпевших, варьировались от 3 тысяч до 10 тысяч евро. Подозреваемые были арестованы на 20 суток. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, добавили в полиции. Расследование продолжается. Правоохранители проводят следственные мероприятия, проверяя на причастность к данному преступлению других лиц. Возле села Мелеш-Тимич правоохранителями была изъята конопля на сумму в 3 миллиона лев и задержан один подозреваемый. Это стало результатом совместной работы следователей, кинологов и прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Часть наркотиков была выявлена в импровизированной теплице в лесополосе, откуда было конфисковано более сотни растений конопли. Здесь растения осушили и готовили к последующей продаже, говорится в сообщении полиции. Подозреваемый помещен под стражу на 30 суток. Ему 45 лет и ранее он отбывал 7-летний тюремный срок, а недавно 2-летний тюремный срок за торговлю наркотиками. Сейчас суд Ханчешть, офис Яловень рассматривает еще одно дело против него, направленное в суд прокуратурой в феврале 2021 года. После очередного изъятия наркотиков, которые он также хранил в бочках и закопанных в землю для последующей продажи в качестве организатора преступной группы. Следует отметить, что двое фигурантов рассматривая дело признали свою вину и уже отбывают наказание, заявили правоохранители. Полиция напоминает, что мужчины пользуются презумпцией невиновности. Согласно закону, расследование продолжается, в том числе для установления его сообщников. Правоохранители ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся контрабандой предметов роскоши из Турции. Подозреваемые в возрасте от 35 до 40 лет родом из Гагаузии. Полиция подозревает их в мошенничестве при перевозке ценных товаров через таможню. По данным следствия, автомобиль подозреваемых остановили патрульные в районе Джорджулешт. В кузове обнаружили контрабанду, летнюю парфюмерию, брендовые изделия, текстиль и другие товары. Вещи были введены в Молдову без необходимых документов. Товары были изъяты, их стоимость составила 500 тысяч леев. По факту контрабанды проведены обыски, заведено уголовное дело. Сейчас полиция ищет других участников преступной схемы. 24 октября приказом директора службы информации и безопасности был дополнен список сайтов, которые могут оказать влияние на информационную безопасность Молдовы, сообщается на сайте ведомства. По распоряжению ведомства российские интернет-порталы, осуществляющие данную деятельность в условиях чрезвычайного положения, были включены в список, установленный постановлением парламента. Приказ, содержащий обязательные указания, был направлен к поставщикам сетей для немедленного блокирования доступа пользователей к этим сайтам в Молдове. В Кангазе прошел республиканский фестиваль-конкурс «Оюн-Вакады», что означает «Время танцевать». Состязались более 15 танцевальных команд. За ходом конкурса следила наша съемочная группа. Какая команда вышла в финал в материале Полины Барбовой? В республиканском фестивале-конкурсе «Оюн-Вакады» в этом году приняли участие 18 танцевальных команд из Гагаузии и ряда районов Молдовы. В этом году мероприятие привлекло на 6 команд больше, чем в прошлом, подчеркнула организатор фестиваля, директор Дома культуры села Кангаз Матрёна Христева. В этом году, когда мы подготовили положение и отправили, откликнулось, плюс к нашим двум Алтын-Чешмя, младшему и среднему, откликнуло еще 16 танцевальных коллективов, чему мы были безмерно рады. Откликнулось Кишинев, Вулканешты, что нас очень порадовало. На фестивалях-конкурсах участники презентуют свои идеи и достижения, получают профессиональную оценку, подчеркнула специалист Главного управления культуры Гагаузии Анна Руссу. Каждый народ обладает своими уникальными чертами. Это такие ценности, как язык, история, традиции, обычаи, костюм, народная музыка и, конечно же, танец. Я могу сказать, что наши народные гагузские танцы – это самое важное, самое ценное, что нам осталось от наших предков. Их народные танцы раскрывают гордость и демонстрируют нам трудолюбие нашего народа, который проживает здесь в автономии. По оценкам жюри 2-го республиканского фестиваля конкурса УЛЮН-ВАКАДЫ, среди младшей возрастной категории первое место занял танцевальный коллектив Алтын-Чешмя из села Кангас. Наш коллектив Алтын-Чешмя из села Кангас. Старший состав занял второе место, а младший состав занял первое место. Участвую, эмоции, конечно же, у детей как положено. Спасибо судьям за оценку нашего труда. Да, в целом, в принципе, все. Будем надеяться, что фестиваль будет еще продолжаться, конкурс каждый год, и мы будем расти постоянно, потому что в соревнованиях рождается конкуренция, всегда придает профессионализм. Второе место присудили танцевальному коллективу Гилучел из коммуна Бутуеж. Третье место досталось танцевальному коллективу Чекирга из села Копчак. Приз зрительских симпатий достался детскому танцевальному коллективу Дюзова из муниципия Камрад. Гран-при получил танцевальный коллектив Щенники из села Казаклия. Наши детки очень обрадовались, особенно сейчас, когда мы выиграли. Я очень рада за них. Этот фестиваль нам дает очень большой опыт. Каждый раз, когда дети выходят на сцену, они набираются и опыта, и смелости, и выбирают в себя много творческих достижений. Среди взрослой возрастной категории первое место было присуждено танцевальному коллективу Илды Злар из города Вулкани. Второе место занял танцевальный коллектив Алтанчишмя из села Кангас. На третьем месте танцевальный коллектив Маканкуца из села Кочулия. Приз зрительских симпатий заслужил танцевальный коллектив Карампил из села Бешалма. Гран-при конкурс завоевал танцевальный коллектив Евельки Войнчулар из муниципия Камрад. Всем участникам вручили дипломы и сувениры. Республиканский фестиваль конкурса ЮНВАКД в селе Кангас проводится второй раз. Полина Барбова, Григорий Ставилов, Мария Казак, УГРТ, Новости. В завершении выпуска о погоде. В Гагаузе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха. В Гамрате днем составит 23 градуса тепла, ночью плюс 15. В Вачадр-Лунге днем плюс 24, ночью плюс 15. В Вулкан-Яштах днем плюс 23, ночью 15 градусов выше нуля. Вы смотрели новости на канале ГРТ. Читайте и смотрите нас на сайте ГРТ МД, на ютуб-канале, в фейсбуке. Также больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале. Всем самого доброго! Оставайтесь с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова